Шалом, дорогие друзья! Праздники закончились, Новый год начался, и мы с новыми силами, обновленные, начинаем изучать заново пятикнижье. Итак, у нас недельная глава Берешит. И каждый сразу спрашивает, ну почему, если мы начинаем пятикнижье заново, начинается оно с буквы Бет? Буква Бет – это вторая буква. Но почему нельзя было начать с буквы АЛЕФ? Мы ведь знаем, как это важно, чтобы все было по порядку. У нас есть очень много разных молитв, которые идут строго по алфавиту. АЛЕФ, Бет, Гимель, ДАЛЕФ – все очень строго. Это очень-очень важно. Но почему же Тора начинается с буквы Бет, а не с буквы АЛЕФ? Говорят наши мудрецы, потому что Бог препратил букву АЛЕФ, чтобы начать с нее дарование Торы. Когда Всевышний спускается и открывается миру, Он говорит первое слово – АНОХИ, Я Бог твой. Я Бог твой, Который вывел тебя из Египта. АНОХИ АШЕМ АЛЕКЕХА – начинается с буквы АЛЕФ. Всевышний специально букву АЛЕФ припрятал для самого важного. Ведь у нас есть два больших события. Первое событие – сотворение мира. Второе большое событие – Синайское откровение. Когда Всевышний открывается всем людям. И каждый начинает сравнивать, а какое же событие важнее – сотворить мир? Или когда Бог дает нам Тору и объясняет, как же правильно жить? Всевышний сам отвечает на этот вопрос. Ну, конечно, Синайское откровение. Конечно, когда Творец может общаться со своими творениями – это важнее всего, даже важнее сотворение мира. Буква Бет – она при сотворении мира. Сотворение мира – это великий дар для всех нас. Но дарование Торы начинается с буквы АЛЕФ, потому что оно намного важнее. Вот почему Тора начинается с буквы Бет, потому что букву АЛЕФ мы припрятали для дарования Торы. Дорогие друзья, сзади меня могила Адама и Хавы первых людей. Это пещера Махпела. Здесь похоронен Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея. И мы знаем, что Адам сделал огромное-огромное преступление. Он съел запретный плод. Есть мнение, что запретный плод – это был этрок, такой вот специальный цитрусовый желтый плод, который мы брали с вами весь праздник Суккот. Почему? Чтобы исправить действия нашего отца. Вся Тора начинается с ошибок людей. Адам, он съел запретный плод. Мы получили все огромные разрушения. Каин убивает брата. Тора начинается с ошибок. И Тора начинается с урока, что любую ошибку можно и нужно исправлять. Адам делал раскаяние 120 лет. Каин семь поколений делал раскаяние. И Всевышний прощает. Всевышний дает возможность любой грех, любое разрушение исправить. Да, грехи таких великих людей, как Адам, как Каин, они очень-очень катастрофичны. И даже мы до сих пор исправляем. Мы берем этрок на Суккот, и мы исправляем грех нашего отца Адама. Но все же, какой бы грех не был большой, его всегда можно исправить. И это первый урок, который дает нам Тора. Мы все ошибаемся. Мы будем с вами сейчас изучать грехи и ошибки Адама, Каина, Авраама, Ицхака и Якова, великанов духа. Они все ошибались. Ну и что, ничего страшного. На то мы и люди, чтобы ошибаться и исправлять. Спасибо огромное, дорогие друзья. Шавуатов. Изучаем недельную главу Берешит.